Всех приветствую, дорогие друзья, сегодня у нас новый обзор на город подписчика, сегодня мой дорогой подписчик скинул свой город, а именно Оренбург-Сити, 2030 год, вы надеюсь это читаете, то есть наш дорогой друг предложил свое, свое, блин, видение на то, как будет выглядеть такой замечательный городок Оренбург, по-моему, за Сибирью или нет, кстати, можете меня поправить в комментариях, как он будет выглядеть в 2030 году, сейчас мы посмотрим. На видение этого нашего дорогого друга, давайте уже начнем, грубо говоря, так, первое, что мы видим, так, да, видео пошло, все, так, видим, о-о-о-о, надписи, сразу надписи, так, Оренбург-Сити, библиотека, надпись библиотека, такое вот огромное здание, блин, клевое, кстати, здание, у меня такого нет, видим в плагинах, так, сразу видно, что сразу все застраивается, блин, дорогие друзья, вы это видите, прям очень-очень много контрастов, то есть вот эти вот здания, это вот такие вот, как называются, типа 20-этажки, которые тоже всякие там строители застраивают, то есть строители застраивают, так вот, вижу много пустых мест, но как раз, видимо, это центр, центр самого города, сейчас посмотрим дальше, библиотека, Оренбург-Сити, это, видимо, вот эти два здания, прикольно, прикольно, выглядят такие два бизнес-центра, но, вау, 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 я только что заметил, что тут еще старый, типа, заводик, то есть, я не видел Оренбург на фотках, сам там не был, но, видимо, там реально все на контрасте, то есть, сейчас, сейчас такое возникает, что, скажем, ЕКТ в Екатеринбурге, такое гигантское здание, обязательно загуглите, просто грандиозно, по-моему, отель, что-то бизнес-центр, и рядом там такие маленькие-маленькие домики, то есть, выглядит это все, конечно, на контрасте, но, как бы, технический прогресс не стоит на месте, мы сами это понимаем, это неплохо и не, нет, это хорошо, это точно хорошо, так, очень-очень-очень контрастирует, это все, конечно, дорогие друзья, так, финанс-центр, финанс-центр, ну, само собой, как раз вот момент, то, что, почему финанс-центр находится рядом с жилыми зданиями, но, возможно, так, в принципе, и надо, вау, а че, а че, а че, а че, а, это типа метрополитен, наверное, так, сразу полетел, полетел, дорогой друг, так, что-то у него дико летает, конечно, время суток, я, как уже говорил в предыдущих видео, я не любитель, не любитель, не очень люблю смену погоды, она в Веллтаун, хоть и организованная, но мне она, если честно, не очень-то не нравится, заброшенная, заброшенная стройка, а, ну, как бы, так, о, финансовый центр, о, Газпром, ну, да, по-моему, в Оренбурге там даже какие-то предприятия есть, то есть, что-то добывается, вау, там в библиотеке еще что-то грандиозно строится, парковки, дорогие друзья, я уже говорил, что, думаю, парковки, парковки, это классно, парковки-то, это, блин, клево, потому что, если у тебя есть в городе парковки, это точно, точно чудо, также вижу, тут, видимо, какое-то здание будет строиться, потому что, если тут уже готовы парковки, то тут всякие колонны, то есть, такое вот здание, только что начало, да, библиотека Оренбурга, кстати, помимо надписей в своем районе есть еще и название зданий, что тоже, кстати, клево, клево, очень-очень контраст, дорогие друзья, я думаю, вы это видите, панельная, а, церквушка, дорогие друзья, я эту, кто помнит, голубоглазую церковь разгляжу везде, вот эту церквушку шестьянскую, то есть, ой, православную, извините, то есть, городок такой интересный, интересно, то есть, наш дорогой подписчик из Оренбурга, сто процентов, предложил нам свое, как раз-таки, видение, станция торгового центра Восход, вау, вау, метро, кстати, тоже подписано, дорогие друзья, по идее, можно просто так подписывать метро, но вот так, мы, кстати, далеко уже пролетели, такового, я тут бизнес-центра не вижу, хотя, в принципе, не факт, что он должен быть, возможно, это мои заблуждения, областная детская больница, о, номер один, классно, вот это классно, кстати, детская больница, это, конечно же, клево, в каждом городе должна быть, и она, мне кажется, в каждом городе еще в советское время, конечно же, есть, парк Гагарина, ну да, да, все-таки, мне кажется, дорогие друзья, если кто не поленится и зайдет на современные карты Оренбурга, мне почему-то кажется, что подписчик прям вот сделал все как и надо, то есть, очень реалистично, ну, конечно же, вот эти вот небоскробы, типа, два бизнес-центра, вряд ли, конечно же, они, конечно, есть, но посмотрим, хотя, возможно, я заблуждаю, 123 тысячи жителей, 75% счастья, почему нет, парк Города, так, почему-то он находится немножко на отшибе, видимо, город как раз-таки застраивается, понимаете, то есть, за 10 лет, уже 9, уже 9, дорогие друзья, все с 21-м годом, блин, городочек-то конкретно возрос, часто такое бывает, кстати, есть вот один центр, вокруг которого все строится, и как-то вектор перемещается в другую сторону города, и уже она застраивается, прошлый центр как-то, ну, не то, что как бы на самотек пускает, но он менее развивается, то есть, такая вот шняга есть, скажем, у нас в Питере еще советских времен хотели как раз-таки центр города застраивать, кто знает, московский район, сейчас там такие вот здоровенные советские, сталинские, сталинские здания, очень красивые, правда, не все очень хорошо реконструировали, но, в принципе, там очень красивые дороги, и мне, в принципе, вот московский район даже очень нравится, там, кстати, близости аэропорта, то есть, тоже плюс, то есть, вообще хотели вокруг него строить, и, ну, как-то так получилось, что Петербург начал расти, как начал расти мэрия, тоже странно, почему находится в этом месте, но, видимо, видимо, так надо, хотя, возможно, какое-то удобство в этом есть, что мэрия находится на ошибке, очень много как раз-таки зданий, вручную человек представлял, не могу понять, что вот это за здание, по идее, это коммерция, и, главное, европейская, то есть, ее можно встретить в любом европейском городе, такие вот здания, так что, так что советская, улица советская, дорогие друзья, вот такая вот шняга, ой, ой, извините, дорогие друзья, как раз-таки, улица советская такая вот, очень длинная, кстати, опять же, я вам сказал про эти здания, которые, скорее, можно встретить в Европе, что они тут забыли, непонятно, но, тем не менее, это факт, это факт, так, вот такие вот здания еще очень интересные, вот про вот эти, так, и сразу, ооо, река, река, ооо, урал, 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 точно, не могу понять, по-моему, за Урале все-таки, Оренбург, хотя, возможно, где-нибудь находится прямо рядом, по идее, по идее, где-то рядом, я имею в виду с уральскими горами, так, горы же, да, по-моему, горы, по-моему, горы, дорогие друзья, такая вот карта, интересно, ооо, новая тюрьма, ну, куда же без тюрьмы, а у меня, ооо, тюрьма при Екатерине Второй, ооо, тут еще старое здание тюрьмы, вау, ну, то есть, да, по-моему, еще в тарское время прям застраивались, и мы можем на вот этом вот макете 2014 года даже увидеть, как это все было, то есть, тут есть что-то из старины, есть что-то советское, есть что-то новороссийское, типа того вот, того вот бизнес-центра, офисного здания, так что, дорогие друзья, очень интересно, интересно, следственно, Оренбургская область, не, дорогие друзья, все-таки ничего тут подписчик не придумал, ну, может, в каких-то местах, все-все взято из реалии, такая вот интересная застройка, это, это круговое здание, и главное, блин, для меня очень странно, странно это выглядит, я думаю, со мной многие подписчики согласятся, но такое-то видение у человека, так что не могу ничего сказать, заброшена стройка, ооо, башне пожарном Чернобыле, вау, кстати, у меня есть обзор города-подписчика, именно Чернобыль, так что, дорогие друзья, заходите и смотрите, пожарная башня Чернобыля, о, нематериальная башня пожарная Чернобыля, так, дорогие друзья, что-то мне подскажут, что Чернобыль и Оренбург находятся очень вдали, вдали, дорогие друзья, хотя, да, это факт, хотя, возможно, я ошибаюсь, но, тем не менее, такая вот башня есть, и почему нет, почему нет, дорогие друзья, все-таки вечная память, вокзал, вау, кстати, вокзал клево сделан, то есть, вот такое вот здание, такое вот, сейчас пролетели, вроде театра, что-то такое, амфитеатр, такие колонны, очень клево, клево, вокзал с этим выглядит, конечно, не все светится, правда, вот, из-за чего я не люблю, а еще на режим, потому что, блин, не все светится, если бы все светилось, но вот Оренбург-Сити, по крайней мере, светится, что-то Оренбург-Сити, наверное, какая-то типа пародия на Маску-Сити, мне что-то подсказывает, но, возможно, я заблуждаюсь, вау, Оренбургский колизей, вау, не, клево, что он подписывает, подписчик, тебе спасибо, респект, респект, что ты подписываешь, город вообще клевый, не знаю, почему, очень много всего, очень все на контрасте, но, тем не менее, диссонанс, наверное, есть небольшой, но это не страшно, это не страшно для авторского города, городской парк, как иначе, о, и, конечно, конечно, промышленность, и там написано строится, то есть, пока не закончено, так что, скорее всего, будет продолжение даже этого города, мне так кажется, вау, ну, конечно, конечно, блин, промышленность огромная, играет человек на большой карте, ну, как иначе, вот самый центр города, Оренбург-Сити, да, такое, мне хочется сказать, колизейное здание, которое из зеленых домов, о, интересно, развязка из дома, ну, то есть, соединение дорог, то есть, дорожная карта даже очень хорошо проработана, мне кажется, торговый центр Гулливер, так, это точно есть, это 100% есть Гулливер, потому что, что-то мне подсказывает, что у нас в Питере тоже есть такой вот торговый центр Гулливер, или уже нету, нету, так, что-то там вода не проведена, мужик, займись водой, обязательно, как же парки без воды, о, степной, что такое степной, видимо, какой-то такой небольшой райончик, такой подрайончик, там, где люди живут, и вот обеспечивают промышленность как раз-таки, так, извините, что на стоп ставлю, хочется все рассмотреть в деталях, мне кажется, вам тоже, так, торговый центр Кит, тоже, кстати, на отдалении от города, это, по идее, блин, наверное, все-таки не на таком отдалении большом находится, хотя, не знаю, все-таки, блин, как-то слишком, мне кажется, далеко, потому что эта карта-то большая, она, по идее, рассчитана не то, что на рамке страны, но на рамке, блин, целой области, мне кажется, а тут все так расположено, о, газодобывающая, да, дорогие друзья, я был прав, рядом с Уралом добавится газ, в этом дорогом городе Оренбург, Шоссе, Оренбург, Самара, да, АС скоро, скоро, наверное, даже в Оренбурге есть планы, построители ОАЭС даже, ну, ОАЭС, самая лучшая энергия, я считаю, потому что, потому что самая незагрязняемая, правда, есть риски, но эти риски минимизируют за счет того, что, блин, там работа настоящий профессионал, вот у нас Сосновый Бор, я там с Питером, там есть ОАЭС, у меня как раз там, по-моему, дядя работает, он, раскалка, кто попасть, 10 лет ты обучаешься, потом еще 5 лет, тебя не подпускают к реактору стажировка, и только, только, убедившись, что все хорошо, тебя могут подпустить, вот как раз к этому центру, там, где идет управление, так, видим, какой-то пародия на сколку, а у меня почему-то показалось, ОАЭС, Росташи, какая-то такая деревенька, небольшая, очень интересно, в деревне Росташи смотрятся два таких, два таких, два таких, я не знаю, вот это, по-моему, стадион, а это какое-то такое здание, вроде университета, то есть, такая вот, малый этаж настройка, и вот такое, дорогие друзья, но, опять же, видение человека на 1030 год, так что, в принципе, я ничего не могу сказать, так что, 20-й год нет, но 30-й даже, даже очень, вау, замерзшая часть, то есть, видимо, мороз только подходит, деревня, чатарская Каргада, Каргада, извините, неженка застраивается, такая тоже, наверное, деревушка, такие вот деревни, интересно, кстати, ооо, старый аэропорт, там в Оренбурге есть аэропорт, дорогие друзья, я вот только что об этом узнал, ооо, ооо, и новый аэропорт строится, и, насколько я понимаю, все очень строится, и, опять же, строящийся мост, дорогие друзья, все, я вообще пошутил, типа, все на полпути, и ничего не достроено, но, мне кажется, все-таки, чел займется, и Оренбург 2030 года прям расцветет, вау, интересно, кстати, сделано, то есть, реально, настройка очень похожа, это очень разбавляет, как раз, разбавляет, разбавляет ваш город, если вы делаете такие вот, я это назову роллплей моменты, типа, что-то строится, что-то там разрушается, что-то там, можете заоценить, самый красивый город, Вэллтаун, то есть, мегаполис Вэллтаун, и вот, убедиться, как там это все круто сделано, 30 минут, да, я понимаю, может поставить на 1.5 скорость, я имею ввиду, я всегда так видос смотрю, мои тоже, я вам разрешаю, все, вот, каждому подписчику, я еще персонально раздаю разрешение, то есть, разрешается, всем подписчикам этого канала, от Артема, Артема Антоновича, да, от меня, что вы можете смотреть эти видео на 1.5 скорости, чтобы все было хорошо, главное смотреть на 0.5, потому что я буду похож на алкаша, теперь точно, если я так на алкаша немножко смахиваю, такой прям наркоман, то дальше я просто все, башня, пожарная часть, да, продолжение города, чел показывает нам, а, хочет что-то достроить, вокзал, а, метро, метро, не знаю, в Арибурге, наверное, есть все-таки метро, Европа, там написано странно, Европа, а, да, наверное, все-таки, та часть европейская, да, все-таки, я, наверное, был прав, Урал уже делит Азию и Европу, кто не знал, кто не знал, третий класс, привет, так, и тут нам показывают машинки, 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 правда, не знаю, зачем, я вот этим инструментом вообще не пользуюсь, но, видимо, он интересен, парковки везде есть, классно, классно, пара работа есть, правда, не все, не все, но, какие-то моменты, например, все дороговые центры, по-моему, центры обеспечены парковками, что, кстати, круто, сами понимаете, круто, такое, все строится, кстати, два креса обозрения совсем рядом, не знаю, есть ли в этом смысл, но, почему нет, загородное шоссе, да, почему нет тоже, не, шоссе клево, клево, дорогие друзья, не забывайте подписывать шоссе, потому что, реально разбавляет город, ну, то есть, вы прям смотрите, вау, вот это мое личное шоссе, я вот, назовите еще что-нибудь, знаете, типа, в свою честь, то есть, какая-нибудь там улица, Алексея Алексеевича, аэропорт, о, прикольная надпись, кстати, можно было делать такую же надпись, кстати, на въезд в город, я уверен, в Оренбурге везде есть, в каждом, мне кажется, в российском городе есть, такая, то есть, советское время, опять же, нет, с российских даже, я имею ввиду, имперских, такой момент, типа, блин, считая, что уже полетело, я не описываю, надпись памятная, то есть, что все, вы на территории того-то, то есть, у нас в Санкт-Петербурге, по-моему, аж три выезда, нет, даже больше, наверное, въездов, именно шоссеи, то есть, всякие там кады и так далее, там, как раз, по-моему, я знаю лично три въезда, то есть, ну, со всех сторон, в общем, юго-запад-восток, по идее, по идее, дорогие друзья, Рыбнург-Сити, да, еще раз нам показали, вот эти вот две доминанты, не поближе этого слова, этого замечательного города, кстати, там, видим, поля какие-то вот, серенькие, мне это напоминает поля, если что, бизнес-центр, а, финанс-центр, хотя от бизнес-центра, я думаю, не сильно отличается, дорога, да, шоссейная дорога, кстати, было пробок, но, опять же, по реализму, по реализму, хотя, какой реализм, опять же, авторский город, и вид, на 30-й год, я тоже в своих первых городах, чтобы решить проблему, я заменял сначала однополосную на двухполосную, потом на шоссейную, и там уже машинки дико катались, но, насколько я понимаю, с шоссейной дороги очень сложно делать выезды, также, людей, это шум, а здесь, в Элл Таун, шум не очень работает, то есть, люди могут жить при любом, принципе, условии, но, в таком проработанном, например, игростроительном симуляторе, как City Skylands, в который я, возможно, скоро буду играть, не, я уже играю, именно на видео, там шум очень влияет, то есть, люди, прям, реально жалуются, говорят, ну, что же, что-то шумит там, а я говорю, ну, вот так вот, а что делать, а что делать, станция торговая, опять же, пошли, наверное, по второму кругу, чем-то такое, а, нет, дорогие друзья, мы видос начали заново, извините, так вот, такой вот замечательный городочек, мне он понравился, очень, так и на контрасте, как я уже в начале сказал, то есть, советская, еще имперская, и уже российская застройка, если город будет дальше развиваться, я прям хочу это увидеть, когда уже современный, прям, Оренбург, до 2014 года, мне кажется, это будет клево, везде все строится, то есть, преображается, и, возможно, еще одна голубоглазая церковь, кто помнит, город будет прям, отвести и пахнуть, хотя, наверное, он и сейчас, прям цветет и пахнет, но в 30-м году он будет еще больше, понимаете, так же, дорогие друзья, надеюсь, понравилось это видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите плейлисты, смотрите остальные, обзоры на городах, подписчиков, их я не знаю, сколько частей, уже, наверное, 15 есть, так что, всем удачи, всем пока-пока.